Сегодня поговорим о политических последствиях операции украинской армии в Курской области для режима Владимира Путина, вообще для Москвы, для Кремля, что эта вся операция будет означать. Но первым делом я хочу поблагодарить всех тех зрителей моих, кто донатил деньги на сразу несколько недавних последних сборов. Дело в том, что, вот хочу похвастать, буквально пару дней назад мы закупили 36 дронов-мавиков самых разных модификаций и отправили их в расположение 79-й бригады, десантно-штурмовой бригады на Кураховское направление. Там они очень-очень нужны, 79-я бригада жжет напалмом, вообще очень эффективно работает, поэтому эти дроны ей нужны будут тем более. Ну и я, к сожалению, не смог поучаствовать в церемонии, скажем так, передачи этих дронов военным, дела у меня были, но, насколько мне известно, то есть мне прислали уже фотографии, что эти дроны приехали в батальоны и уже заступили, скажем так, на боевое дежурство. Еще раз огромное спасибо всем тем, кто участвовал в сборе. Ну и давайте к сегодняшней теме. Вчера я буквально выпустил ролик о том, что Владимир Путин, российский диктатор, сейчас находится в стадии, как бы, отрицания реальности. Он не может, на самом деле, не может поверить в то, что иностранное государство ввело свои войска на территорию Российской Федерации, поскольку он считал, что этого не может быть никогда. И самое неприятное для него, что ни он, ни его армия никак не смогли помешать этому вводу войск. Путин, на мой взгляд, несколько подавлен и, самое главное, растерян, поскольку он не очень понимает, как реагировать на эту новую реальность, на эту новую ситуацию, которую он вообще, говоря, пытается отрицать. Он не до конца верит в то, что это реально, в то, что это действительно происходит. И сегодня уже у этого сюжета появилось некоторое развитие, мне кажется, оно очень интересно. Смотрите, издание Moscow Times отчасти подтверждает мои догадки. Смотрите, давайте прям новость их процитирую. Вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область, которое продолжается четвертый день, пятый уже день, и охватило территорию более ста квадратных километров, стало шоком для российских военных и для Кремля. Об этом газете Moscow Times, изданию, правильнее сказать, потому что газета, как в бумажном виде, она уже, по-моему, не издается, изданию Moscow Times на условии анонимности сообщили аж четыре российских чиновника. По словам одного из источников действующего чиновника правительства, Владимир Путин стал нервничать из-за операции вооруженных сил Украины, остановить которую у российских военных пока не получается. Цитата, это сильная пощечина для президента, мы сутки не можем отбросить противника, создана опасность российскому региону, российскому населению. Так не ведет себя страна, уверенная в своей победе, сказал чиновник этому изданию. На встрече с руководством силовых структур в среду и в ходе публичных выступлений Путин был, цитата, недоволен и раздосадован. Об этом рассказали источники Moscow Times, которые лично знают президента уже много лет. Ну и дальше они проводят слова чиновника, который задействован в подготовке разных мероприятий для Кремля. Он говорит, начальник, так они Путина называют, был в плохом настроении. Таким его не видели, наверное, с момента вынужденного отступления наших войск из-под Херсона осенью 22-го года. Еще один чиновник, уже на этот раз близкий к Министерству обороны России, сообщает. На публике Путин был осторожен в своих выражениях, однако в реальности, случившееся в Курской области, он называет провалом. Он также не исключил, что происходящее, вероятно, негативно скажется на карьере Валерия Герасимова, который сейчас и более 12 лет возглавляет Генштаб вооруженных сил России, а с января 23-го года руководит российской группировкой в Украине. Ну что из этого можно, какой вывод можно сделать из этого? Мне кажется, тут вполне уверенно мы можем сказать, что психологически украинская операция в Курской области для Путина стала действительно большой проблемой, она его надломила в некоторой степени, ему тяжело справиться сейчас с ощущением того, что его обманули, его публично поимели, и теперь имеют его армию, и он ничего сделать по этому поводу не может, и армия тоже просто не может даже собраться и организовать какое-то подобие обороны там в Курской области. Путин на этом фоне, конечно, хочет отставок своих там каких-то чиновников и расстрелов, но он боится, что на фоне серьезных военных поражений, падения популярности, его личной популярности элита может развернуться в случае начала репрессий против него самого, потому что если переборщить с расстрелами, переборщить с посадками, то запросто может случиться заговор, поскольку желающих уезжать на зону, или уж тем более становиться к стенке за фокапы, скажем так, за провалы самого Владимира Путина, в российской элите совсем немного, им это нафиг, не интересно, не хочется. Поэтому полностью исключать всплеска элитного недовольства на фоне продолжающихся военных поражений нельзя, поскольку в Москве еще, помимо всего прочего, сгущается такая, знаете, атмосфера раздражения в отношении Владимира Путина, причем не среди даже простого населения, а среди элиты. Вот именно его, как руководителя, как главнокомандующего российской армии, как инициатора провальной войны с Украиной, сейчас как бы на него там зуб точит вся российская элита. Вы знаете, это может, конечно, казаться смешным, но сейчас настроение в российской элите, вот который, особенно в провоенной части, такой как бы ватной, очень милитаристски настроенной части, очень хорошо передает старое и злое выступление Стрелкова Гиркина, которое он адресовал Владимиру Путину больше года назад. Причем тон и смысл этой речи на фоне потери Курской области звучат, как мне кажется, актуально и справедливо для подавляющего большинства жителей Российской Федерации, которые поддерживают войну. Посмотрите, там меньше минуты, сейчас вот здесь наверху где-то появится ссылка на это его выступление, на Гиркинское выступление. Путин видит, что, в общем, облажался и его это злит, но он сам при этом хочет, чтобы это понимал только он и чтобы никто другой, никто не видел, что происходит и не верил в его провал. То есть ему нужно, чтобы его до сих пор все считали великим и ужасным полководцем и руководителем. Поэтому российским средствам массовой информации строго-настрого запретили говорить о начале иностранного вторжения в Россию, поскольку оно как бы напалмом выжигает весь миф о непобедимом вожде, которого все соседи боятся и не смеют даже посмотреть в его сторону. То есть, с одной стороны, украинская операция это главная новость в российском телеэфире, а с другой стороны, это самый запрет на тему. Там такая адская шизофрения происходит, что мама не горюй. Помните, кстати, всего три года назад, Владимир, даже чуть меньше, чем три года назад, Владимир Путин очень высокомерно, так через губу требовал у НАТО собрать свои манатки и убираться к границам 97-го года. А сейчас же, прошло меньше трех лет, он не в состоянии остановить украинское наступление на своей собственной территории в Центральной России. Вот кто бы ему сказал три года назад, что украинские войска будут наступать на Москву, и он ничего не сможет с этим сделать. Потому что его войска разбиты, там колонны горят. Кстати, чувака, который снял горячую колонну, там его собираются посадить уже. Аэродромы разрушаются один за другим с военной авиацией. А верные кадыровцы, прям как во времена мятежа Пригожина, снова попали в пробку, куда-то не туда повернули, зашли не в ту дверь. В общем, на поле боя они не явились, уклоняются от исполнения своих обязанностей по охране режима. Для Путина это, конечно, все действительно очень больно, действительно низительно, страшно и непонятно, что ему делать в этой ситуации. Первым его бессознательным, как мне кажется, желанием, порывом стало вот это решение, уже принятое решение, снять войска отовсюду, откуда только можно, и бросить эти войска на подавление вот этой курской аномалии. Он просто не может себе позволить продолжение существования этого странного, непонятного, этой ситуации вообще как таковой. То есть его статус сильного лидера будет абсолютно разрушен, если на территории Российской Федерации долгое время будут оставаться войска иностранного государства. Почему? Ладно бы какие-нибудь американские, немецкие, китайские войска, которые большие, которые страшные, которые с ядерными бомбами, кроме немецких, естественно. Но нет, это украинцы, которых он всегда презирал, считал каким-то ненастоящим народом, писал им высокомерные статьи, типа, что им делать, чего им не делать, угрожал им уничтожением и так далее, и так далее. И вот эти украинцы спокойненько окапываются в Российской Федерации, более, это не просто спокойненько окапывают, громят его армию и идут в реальном направлении Москвы. Медленно, но идут. От этого, конечно, Путину вдвойне больно, вдвойне унизительно. Я пару роликов назад предположил, что российские войска сейчас потоком просто хлынут на неукрепленные и неподготовленные позиции, где нет, по сути дела, линии фронта. То есть они туда будут заезжать, в Харьковскую, в Курскую, конечно, область, и ими там будут, по сути дела, затыкать дыру, бросать в бой с колес, лишь бы любой ценой остановить наступление противника. И Украина, естественно, и правильно делать, будет этим пользоваться. И хаймерсы, и дроны, и артиллерия, и спецназы, и мины, и все что угодно, готовы встречать и уничтожать колонны и эшелоны противника. Это естественная нормальная ситуация во время войны. Вы знаете, похоже, что так и получается. Почему я так говорю? Смотрите, как описывает происходящее сейчас российский З-ВНКор Филолог. Он пишет, цитата дальше. Удлинение линии фронта требует соответствующих сил. Противник такие силы собрал и ударил. Ударил весьма успешно. Ему хватает сил для развития и закрепления успеха. Истощение потенциала противника на курском направлении пока не наблюдается. С нашей стороны на направление продолжают поступать резервы. При этом задействуемых сил продолжает не хватать даже для устойчивой стабилизации обстановки, не говоря уже о разгроме группировки противника. Не хватает их не только количества на этих войск российских, но и качественно. Со стороны противника действуют достаточно хорошо укомплектованные части и соединения. А из пожарных команд у нас пока получается сборная солянка на лоскутном одеяле. Причем скудная по численности. Как показали события вот этих нескольких дней, оперативных резервов у нас совсем не густо. Для купирования кризиса перебрасываются резервы с других участков фронта. Причем не только с ближайшего харьковского направления, но и с других направлений, включая те, на которых наши войска в последние несколько месяцев имеют хоть какие-то ограниченные успехи. То есть везут войска отовсюду, где только могут найти хоть одного свободного человека, тащат его сейчас в Курскую область. Потому что с точки зрения российского военного командования, там начался пожар, который нужно залить кровью, мясом, чем угодно. Неважно чем, неважно каким количеством. Главное залить быстрее, потому что иначе Путин голову оторвет всем генералам, тем, кто участвует в этой всей истории. Так вот, это дальше пишет филолог. Таким образом, дополнительно ослабляются наши и без того регеющие порядки на этих направлениях. То есть на всех остальных направлениях, кроме Курского. Прибывающие из других участков резервы, в массе своей по определению, не комплекты ввиду имеющихся потерь. Естественно, потому что они там участвуют в боевых действиях. Их, конечно же, там дыры очень нифиговые в штатном расписании. Потери эти зачастую достаточно велики ввиду негодной организации боевой работы с плохо обеспеченными атаками в рамках стратегии, требующей наступления на всех возможных участках. Тут это такая длинная фраза, под которой имеется в виду, что у нас мало солдат осталось из-за постоянных мясных штурмов. Не могут найти людей, потому что все уже убиты в этих мясных штурмах. Плюс к этому дальше пишет филолог. «Далеко не все соединения и части можно вытащить с других направлений целиком, поскольку они прямо задействованы в наступательных действиях. В результате против изначально вполне комплектных соединений и частей группировки противника мы в значительной степени имеем рассыпь огрызков образца просевших батальона тактических групп лета 22 года». То есть, он говорит, у нас даже нет никаких подразделений цельных, единых. Просто там взяли 5 человек, здесь 12, там семерых, тут одного командира. Все вместе собрали, сказали вперед, выедем, наступай, идите, защищайте Курскую область. Людей, которые друг друга не знают, которые из разных подразделений, которые ничего, вместе у них никакого боевого слаживания нет. Это просто полный какой-то, это рецепт реально стопроцентный провала. Ну и дальше он пишет, «Добавляем сюда преимущества противника в военно-технических средствах, включая системы связи и беспилотные летательные аппараты, в штатных структурах, в первую очередь в отдельных частях подразделениях ударных беспилотников, в гибкой системе оперативного управления и получаем совершенно определенную оценку деятельности нашего высшего военного руководства, включая в первую очередь начальника генштаба Герасимова». Ну, имеется в виду, что оценка эта неудовлетворительная. Герасимова, его же подчиненные сейчас прямым текстом обвиняют в полной профнепригодности. Они говорят, что он творит адский... Ну, нехорошие вещи творит, короче. По сути, автор пишет, что из-за дезорганизации, бардака, хаоса и негодного командования вооруженные силы России уже неделю не могут организовать отпор украинской армии и остановить продвижение украинских войск в Курской области. Лиги фронта там до сих пор нет, а прибывающие российские подкрепления зачастую просто уничтожаются, как мы это видели буквально вчера, когда была сожжена колонна, целый батальон российской пехоты был уничтожен прямо на марше с помощью хаймерсов. Я думаю, это не единичный случай, потому что есть уже жалобы на то, что совершенно аналогичная ситуация совершилась с 30-м полком мотострелковым, который шел на помощь россиянам в Харьковскую область, извините, в Курскую область из Харьковской области. То есть, смотрите, что получается. Из-за отсутствия резервов российское командование, из-за отсутствия стратегических резервов, российское командование сейчас вынуждено снимать войска с других направлений, то есть Харьковского, с Донбасского, тем самым помогая спасти украинские войска от отступления, возможно, даже от поражения на этих направлениях. И тут получается, то есть в Курской области у россиян плохо, и там уже как наступает какая-то задница, какой-то провал. И ситуация настолько нехорошая, что офицеры нижнего звена, российская армия сейчас открыто в голос ругают начальника своего генштаба. Едва только идиотом его не называют. Знаете, я думаю, где же такое было? Помните, такое же было при Пригожине? Пригожин сам это говорил. А теперь слушайте меня, сука, блядь! Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья! И те, блядь, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, блядь! Пидая, блядь! У нас нехватка боеприпасов, 70 процентов! Шойгу, Херасимов, где блядь мои припасы? Вот такое мнение. Оно на самом деле стало как-то забываться, это выступление, но сейчас мы видим появление аналогичных эмоций и процессов уже не в частной военной компании, которая как бы немножко автономно действовала от российской армии, а внутри самой российской армии. Если сейчас какой-нибудь расторопный полковник, чьи войска снимают, допустим, с Донбасса и перебрасывают в Курскую область, вместо Курской области поедет в область Московскую, направят на Москву эти войска, то знаете, такого полковника очень многие люди в российской армии поддержат. Более того, ему и в российской элите многие будут сейчас аплодировать, поскольку все видят, что Владимир Путин не знает, как вести войну, он эту войну проигрывает. Более того, в российском обществе все смотрят на то, что творится в Курской области, говорят, какого лешего, что происходит? Если бы Путин побеждал, его бы поддерживали. Но когда Путин проигрывает, поддержка его исчезает. И некомпетентность Путина именно как военного руководителя на фоне Курска, на фоне вот этих событий в Курске становится очевидной уже практически всем, включая даже людей на местах, то есть младших офицеров, солдат и так далее. Они уже понимают, что командование просто в хаосе, в панике, не понимает, что делать и куда бежать. И знаете, по-моему, Владимир Путин сам начинает это понимать и начинает опасаться происходящего. Вчера, например, он объявил о введении на территории трех приграничных российских областей режима контртеррористической операции. Если кто не знает, это тот самый режим, который действовал в свое время в Чечне и в Дагестане, когда там шла война с исламистами. Заметьте, это не военное положение. Военное положение отдает власть военным, генералам. Это именно контртеррористическая операция, типа это не война, это спецоперация против террористов. Почему так? Да потому что этот правовой режим дает основные полномочия ФСБшникам. А на ФСБ Путин сам как-то выходец из этой структуры, привык опираться и полагаться. То есть ФСБ там будет сейчас основной силой, основной властью. И ФСБ как бы задача будет не допустить перехвата власти военными, которые все больше и больше недовольны происходящим. Военные там будут типа сбоку и Путин, очевидно, их уже побаивается. Поэтому говорят, в ФСБ вот вам все полномочия, делайте, что хотите. Что означает этот режим? На всякий случай скажу, что у граждан могут изымать личный транспорт. То есть все, кто хочет, ну люди в форме, смогут тырить автомобили у людей. Дальше. Лица, проводящие контртеррористическую операцию, могут беспрепятственно проникать в дома, в квартиры и на земельные участки граждан. То есть это фактически будет узаконенный грабеж этих самых граждан. Плюс будет отключать сотовую связь по необходимости, ограничивать движение как пешеходов, так и автомобилей. Будет введен контроль за телефонами, разговорами и электронной почтой тех людей, которые находятся на этой территории. А также, вот это самое интересное, на мой взгляд, будет усилена охрана общественного порядка и досмотр на въезде и выезде в зону контртеррористической операции. То есть, по сути дела, что происходит? Белгородская, Курская, Брянская области объявляются зоной особого контроля. Въезд-выезд оттуда оттуда становится затрудненным по документам, почти как таможня с проверками и так далее. То есть своим постановлением Владимира Путина, о введении этой контртеррористической операции, своим постановлением Владимир Путин создал внутри Российской Федерации ту самую санитарную зону, которую он грозился создать в Украине. Но сделал ее в России. Вы понимаете, насколько это круто вообще говоря? Сколько было пафоса, понтов. Сейчас, если что, мы захотим сейчас в Харьковской области сделаем санитарную зону. В результате такая зона появляется внутри России. Прошло буквально несколько месяцев. Все. И зона, причем там с таможней, с досмотром, с особым правовым статусом, с повышенными полномочиями ФСБ и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, создается та самая санитарная зона, о которой так сильно мечтал Владимир Путин. Но еще один момент, который нельзя не отметить. Режим КТО, как я говорил, вводился в Течне и в Дагестане, когда там шла большая война. То есть, таким образом, Владимир Путин, в общем, дает понять, предполагает, что в Белгородской, Курской, Брянской областях тоже, видимо, стоит ожидать такую большую войну. Ну и жителям этих территорий, конечно, надо готовиться, потому что российское правительство жалеть их не будет. Оно никогда никого не жалеет. Какого лишнего оно будет этих бы? Нет. Все местные жители, убитые в рамках бомбардировок и обстрелов артиллерийских, включая стариков и детей, как обычно, будут объявлены террористами, участниками банд, теформирования или что-нибудь такое, будут шпионами, украинцами и так далее. Россия всегда так делала в Чечне, в Сирии, сейчас так делают в Украине. То есть, все, кого убили, те, значит, боевики, либо солдаты, противники, либо что-то еще, либо террористы. Поэтому тем, кто живет в этих областях, реально, пока вот есть такая возможность, убегайте оттуда нафиг. Ну, либо, как минимум, увозите оттуда своих детей, потому что никто жалеть вас не будет. Вспомните Грозный, вспомните Алеппо, вспомните Бахмут. Все эти города были просто стерты с лица земли вместе со своими жителями российской армии. То же самое сейчас будет происходить в Курской, Белгородской, Брянских областях. Других вариантов нет, других способов реагировать на сложную ситуацию Владимир Путин и его командование не знают, они по-другому ничего не умеют даже. Они вот только так и умеют, только это у них единственный способ поведения, модус операнди, да, вот уничтожать в пыль, закидывать мясом, заливать крови. Вот это так все проблемы решает российская нынешняя власть. Но мы видим, что в нынешней ситуации противник у путинской армии более серьезная, скажем так, чем повстанцы в Чечне или в Сирии. И просто так разделаться с этим противником не получится. У него, например, есть противовоздушная оборона, у него есть своя авиация, у него есть свои артиллерии, у него есть свои танки и все-все-все. И в это же самое время внутри российской армии зреет очень серьезное недовольство главнокомандующим, который просто как выяснилось очень хреновый полководец. Он не жалеет своих войск, но самое главное, он не умеет воевать, он просто, это не его, он не знаю, он плохой специалист в этом вопросе, да, это как, не знаю, сколлером посадили там, не знаю, отливать металл. Он что-то сделает, ну плохо у него получится, потому что он другой специалист, другой опера. Так и Путин пошел на войну, не умея воевать, он плохой, он нерешительный, он бестолковый полководец. Вся эта ситуация в Курской области не только стала, как сейчас пишет вся западная пресса, звонкой, пощечиной, просто унижением для Владимира Путина. Она запустила в России процессы внутренней дестабилизации. Я прям вижу, слышу, как там все начинает гнуться и потрескивать. И эти процессы обязательно будут раскачивать действующий в России режим. Ну и я думаю, что эти новости будут, послушайте, этот сюжет будет развиваться довольно быстро, потому что не зря они так паникуют, не зря они там сейчас сидят, зубами клацают от страха, от паники и от непонимания того, что делать. Поэтому это важная, важная история. Пока же вам хочу напомнить, что мы с вами сейчас собираем деньги на дроны для 21-го отдельного батальона, который находится прямо на самом острие российского наступления на Донбассе. Там российское наступление, кстати, продолжается оттуда, пока не снимают никакие войска. Поэтому там россияне все еще идут вперед. Это самый сложный, самый тяжелый участок всего фронта. И сейчас с этим украинским солдатам, которые там воюют, конечно, тяжелее, чем кому бы то ни было. На них, вот на эту точку, которую они сейчас там защищают, это рядом с Покровском, обрушилась вся мощь российской армии, выдержать это реально непросто. Поэтому для них там сейчас любая помощь может стать решающей. Давай!